МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но площадь лесов уменьшается. Главная задача Рави – приспособиться к меняющемуся миру. Зверёныши из всех уголков мира делают первые шаги. И преодолевают первые трудности. За ними – будущее их видов. Ведь они – дикие детишки. ДИКИЕ ДЕТИШКИ ЗАПАДНЫЕ ГАТЫ Эта обширная горная цепь занимает 160 тысяч квадратных километров. Индия, Мумбаи. Она начинается около Мумбаи и идёт вдоль западной границы Индии к её самой южной точке. В этих горах находится город Валпарай. Эти древние склоны входят в число самых биологически разнообразных уголков мира. В тропических лесах обитают более трёхсот редких видов. В том числе – приматы, находящиеся на грани вымирания. Львинохвостые макаки. Во всей Индии их осталось менее четырёх тысяч. Эта супергруппа насчитывает 40. Вдвое больше, чем любая другая местная стая. И семейство продолжает расти. Это малыш Рави. Ему всего несколько недель, и он держится рядом с мамой, Минди. Время от времени он отходит на несколько шагов, чтобы хоть немножко исследовать свой лесной дом. Его приключения непродолжительны. Ему спокойно лишь с ней. И рядом с другой, особенной обезьянкой. Это его близняшка. Нина. Близнецы среди львинохвостых макак крайне редки. Они проведут один год рядом с Минди и будут питаться её молоком. Но Минди не единственная молодая мать в стае. Группу пополнило множество юных членов. Это означает, что стая сильна, как и её лидеры. Аджай – крупнейший и старейший из самцов. Когда-то он был самым главным. Но восемь месяцев назад его сместили. Это молодой и сильнейший самец Зейн. Он стал альфой. Аджай потерял место на самом верху. Но продолжает помогать Зейну и защищает стаю от опасности. Вождь Зейн является отцом всех новорождённых в стае. Включая Рави и его сестру. Чтобы оставаться главным, он должен кормить всю стаю. Но в условиях сокращения ареала это непросто. Обычно львинохвостые макаки находят пищу в кронах деревьев. Но сейчас лето. В этот сезон пищи больше на земле. Зейн ведёт их на поиски обеда. Аджай пошёл вперёд, чтобы нести дозор. А Зейн следит за самыми маленькими. Все должны быть настороже. Они подошли к границам леса. Между этим и соседним лесными участками располагается крупная чайная плантация. Деревья уступают своё место дорогам, домам и посевам. Львинохвостые макаки потеряли 99% площади изначального ареала. Это сильно усложняет поиски пищи. Старшие макаки привыкли к трудностям. А у Рави и его сестры появилась возможность исследовать интересные новые уголки на границе леса. Любопытные детишки наблюдают и учатся у старших кузенов. Те уже лично добывают пищу. Взрослый макак сорвал банк. Он нашёл питательное насекомое. Это деликатес. Рави пробует на вкус дары земли. Но затем возвращается за молоком к Минде. Чтобы близнецам хватило молока, маме Рави приходится вдвое усерднее искать себе пищу. пищи. КОНЕЦ КОНЕЦ ПАРИВА Продолжение следует... Стая полностью обобрала участок. Зейн решает, что пора на заслуженный отдых. Рави и Нина привыкают к повседневным привычкам своего семейства. Обезьяны тратят несколько часов в день на уход за собой. Они выбирают из шкуры вшей, клещей и прутики. И дело не только в чистоплотности. Таким образом укрепляются социальные связи. И поддерживается гармония в семье. Близнецы наблюдают и учатся. В центре внимания их отец Зейн. За главными членами стаи ухаживают внимательнее, чем за ее рядовыми представителями. Матери тоже хотят поучаствовать. Если им позволяют дети. У Минди полно забот. Рави с каждым днем становится смелее. Нина осторожнее. Она не отходит от мамы. Рави замечает, что его кузены играют. Но он не хочет уходить слишком далеко. Вместо этого, Рави решает заняться альпинизмом. Это интереснейшее приключение. Рави и Нина 70% дня пьют молоко. Но ужин прерван. На клич собирается вся стая. Зейн заметил врага. Это индийская кубра. Она еще ребенок. Ее длина не достигает даже метра. Но и ее укус может быть смертелен. Любопытные дети в самой большой опасности. Минди удерживает Рави и Нину на безопасном расстоянии. А другие взрослые пытаются запугать рептилию. Кобра принимает защитную позу. Она готова к удару. Но тактика запугивания срабатывает. Змея отступает под упавшее бревно. Угроза миновала. Можно расслабиться. Рави выучил особый сигнал. И это может спасти ему жизнь в будущем. Он смотрит на своего отца, Зейна. Однажды он может пойти по его стопам и стать сильным лидером, способным защитить семейство. Опасность миновала. Зейна уводит стаю обратно на деревья. В густой кроне Рави ожидает еще один сюрприз. Но в этот раз сигнал тревоги не нужен. Это индийские макаки. Дружелюбные соседи, живущие на окраине города. Они питаются тем же, что и люди. Львинохвостые макаки понимают, что их дальние родственники не опасны. Они приветствуют своих городских кузенов. Они даже расчесывают друг друга. В отличие от семейства Рави, индийские макаки сумели удачно адаптироваться, и потому их популяция расширилась и распространилась. Рави и Нина видят, что не все обитатели леса представляют угрозу. С некоторыми можно дружить. Жизнь в западных гатах зависит от муссонных дождей. Они накатывают с юга запада. Горы влияют на погодные условия, блокируя муссонные ветры. Благодаря жаркому и влажному климату этот уголок Индии стал одним из самых биоразнообразных мест на Земле. Но в этом году возникли проблемы. Наступил июнь. Муссонные дожди уже должны были начаться. Многие деревья не дадут плоды, пока дожди не орасят почву. Еды стало так мало, что у Минди едва хватает молока. Рави и его сестра растут. Они отнимают у Минди все больше энергии. Рави не может вечно находиться рядом с мамой. В отличие от сестры, он будет вынужден покинуть стаю и начнет бродить по лесу с другими самцами. Возможно, в итоге он возглавит свою личную семью. Нина же останется с мамой. Рави может многому научиться у Минди, пока она ищет еду. Но сегодня она отыскала лишь иссохшие плоды. Пока его мать трудится, Рави отправляется в очередное приключение. Его похождения находят свою аудиторию. У этой тетушки еще нет своих детенышей. Но ей так хочется почувствовать себя матерью. Правда, ей не хватает нежности. Ее навязчивость только мешает ему карабкаться. Вмешивается бдительная Минди. Для Рави очень важно социализироваться. Но ему чуть больше месяца, поэтому он нуждается в защите матери. Их ареал практически полностью уничтожен, поэтому улов мал. Зейн должен как-то пополнить запасы. Он решает увезти стаю в другие богатые края. Но этот переход опасен. Особенно при наличии детей. Первым препятствием становится река. Макаки не боятся воды. Но если есть выбор, они всегда выберут сушу. А Джай следит за тем, чтобы никто не отстал. И помогает некоторым малышам. Ей приходится нести двух детей. Но Минди по-прежнему проворна. Она прыгает не хуже других. А мало кто способен прыгать, как львинохвостые макаки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Заслуженный отдых Им предстоит пройти еще несколько километров Но они готовятся к ночлегу Рассвет Мелкий дождик – это хороший знак Эта морось не может заменить тот потоп, который они с нетерпением ожидают Но ей все равно рады Они дошли до очередной чайной плантации Когда-то здесь простирался их родной лес Но теперь тут обитают крупные соседи Этот дикий скот называют гауром Его высота превышает 2 метра А вес – 900 килограммов От одного только вида этого быка захватывает дух И аппетит у них соответствующий Но они не любят чай Они жуют траву из борозд между поселами Так тут борются с сорняками Минди следит, чтобы Рави и Мина не отстали Они впервые видят таких огромных зверей И они видят, что их обходят стороной Зейн уводит стаю в сторону от плантации Стая наткнулась на сельские строения Любопытные обезьянки исследуют находку Возможно, именно тут они отыщут себе обед Деревья здесь вырубили Но обеливые веревки, кабели и трубы Тоже подходят для того, чтобы незаметно пробираться к домам Минди приближается в надежде на перекус Но старшая самка не пропустит никого вперед себя И самцы, и самки, и льви на хвостах макак Строго соблюдают иерархию Минди ниже в социальной пирамиде Поэтому ей придется ждать своей очереди Упорство Зейна принесло плоды для верхушки стаи Пачку сладостей Не самая питательная еда Но обезьянки такие же сладкоежки, как и люди Зейн захватил кое-что еще Зеркало И он им очарован Пока не установлено Способны ли львинохвостые макаки узнавать себя в отражении Но ему нравится увиденное Минди сумела найти кое-какие объедки Но их недостаточно Зейн понимает, что он должен накормить стаю, чтобы сохранить власть Поэтому ведет их дальше Но всего в нескольких метрах от домов возникает новое препятствие Рави и Нина впервые оказываются у дороги Маленькие макаки не представляют, как тут опасно В отличие от самки, которая держится позади Всего месяц назад она попала под машину Она еще не полностью оправилась Но ей и так повезло Многие не выживают Движение непредсказуемо и опасно Но у голодной стаи нет выбора Нужно перебегать Минди решает рискнуть Нужно правильно выбрать момент Ситуация висела на волоске Но они перебрались Рави и Нина узнали Что нужно остерегаться не только хищников Но и оживленных дорог Поколение Рави вынуждено адаптироваться к жизни По соседству с растущей популяцией людей Теперь перед ними Бетонные джунгли Вместе с львинохвостыми макаками На этих холмах живут 50 миллионов человек 14 тысяч человек на одну макаку Для близняшек это новый мир По пути через город Стая ищет легкую добычу Рис весьма питателен Зейн нашел открытое окно И никого нет дома Минди не сможет залезть туда с детьми Поэтому остается внизу В квартире не нашлось ничего вкусного К тому же некоторых из них заметили Они быстро перегруппироваются Хвостатым оппортунистам тут не рады Они осторожно выбирают путь Чтобы не попасться под горячую руку местных жителей Они сумели найти легкую добычу Но это лишь крюк Зейн знает, куда ведет стаю Очередной переход Несмотря на прохладный прием Здесь довольно доброжелательное отношение К бродячим макакам Волонтеры с табличками Обеспечивают безопасность перехода Долгое путешествие завершилось успехом На другой стороне дороги Их ждет конечная точка Плоды раннего созревания Они помогут стае выжить В ожидании муссонных дождей Зейн привел их к участку леса С рыхлой и плодородной почвой Благодаря ей И расцвело это старое хлебное дерево Возраст деревьев может достигать почти ста лет Рави узнал важный источник пищи И впервые попробовал плоды хлебного дерева Перезрелые плоды сами падают на землю Но дожди еще не начались И поэтому голодная Минди решила Запустить процесс сама Ее защечные мешки Способны вместить столько же еды Сколько и ее живот Это удобно Если необходимо сделать запасы Или, как в данном случае Если нужно накормить голодных близнецов Пока макаки едят Они разносят семена И те потом прорастают Но для того, чтобы по всему лесу появились плоды Необходимы дожди К счастью, недавняя морось Стала благим знамением Темное небо предвещает Наступление сезона Которого все так заждались Небольшие ливни перерастают в потоп Которые длиться Несколько дней Реки и потоки Вновь пересекают весь лес Они придают жизненную силу подлеску В том числе Драгоценным хлебным деревьям Дождь приносит долгожданные послабления Скоро на ветках Появятся новые плоды Стаи остается лишь ждать Прошло несколько недель Дожди промочили западные гаты Насквозь Благодаря этому По всему ареалу стаи Расцвели хлебные деревья Плоды выросли крупными И сладкими Ими также питаются Стаи плодовых мушек А этому перезрелому плоду Радуется Индийский мунджак После начала дождей Малыш Рави стал гораздо сильнее Благодаря такому обилию пищи Он карабкается еще увереннее и смелее А Нина По-прежнему предпочитает Не отходить от мамы Малыш Рави Зейн показал себя достойным лидером. Под его руководством семейство преодолело непростые испытания. Но в индийских западных гатах природа создала причудливые условия для помощи новым поколениям своих обитателей. Дожди создали условия для экзотического представления. Самцы-танцующие лягушки готовы к выступлению. Любопытный Рави решает занять лучшие места. Квакающий хор созывает аудиторию самок. И экстравагантный танец начинается. Для начала они вытягивают свои задние лапки. При этом они демонстрируют свои темные перепонки. Чем экспрессивнее танец, тем больше шансов выделиться. Если этого мало, конкурентов пугают пинками. Конкуренция крайне напряженная. На одну самку приходится сотня самцов. Они выступают в надежде на то, что по воле случая их заметят. И тогда они породят новое поколение танцующих лягушек. Но Рави может еще несколько лет не переживать. Из-за поисков самки. Теперь у стаи полно еды. Поэтому у них появилось время для общения. Близнецы решают вновь заняться лесным альпинизмом. Рави стал увереннее. Он готов лазать по настоящим деревьям. Эта храбрость открывает перед ним новые возможности. Например, игры со старшими кузенами. Фруктовая диета Фруктовая диета помогла ему приобрести необходимую силу. Но молодняк не подозревает, что их возня потревожила одно из самых смертоносных созданий в мире. Кобру. На этот раз они столкнулись с королевской коброй. Причем взрослой. Эти гиганты могут достигать шести метров в длину. Они намного крупнее любой другой ядовитой змеи. В случае опасности они крайне агрессивны. Активные игры могут привести к печальным последствиям, если они окажутся рядом с огромным змеем. Рави замечает опасность. Он уже видел змей и знает, как поступить. Его клич завершает игру. Но королевская кобра не уползает. Она поднимается к Рави. Тот совсем один. Взрослые члены стаи издают другой клич. Но он не о змее. Сверху еще одна угроза. Хохлатый змеи-яд. Эти птицы способны уносить крупную добычу, например, малышей макак. Иногда спасение приходит с неожиданной стороны. Рави пережил крайне опасную ситуацию. Но главное, он помог защитить стаю от грозных хищников. за первые месяцы жизни он многого добился. Маленький беззащитный ребенок стал умным и отважным членом стаи. Ему пришлось исследовать мир и покинуть объятия матери. Впереди еще много интересного. Он самец, а потому покинет стаю и будет самостоятельно бороться за свое будущее. Грозные хищники и изменчивый мир станут для него главными испытаниями. Но воспитание от матери вроде Минди, защита от воина вроде Аджая и подсказки от отца вроде Зейна дают ему отличные шансы на то, чтобы однажды стать альфа-самцом собственной стаи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова